опоры для клематисов в моем саду привет друзья все кто любит клематисы и выращивать в своем саду эти прекрасные лианы знают что без опор эти плетистые растения никак не вырастить по вашей просьбе показываю опоры для клематисов которые есть в моем саду сразу скажу что опоры мои возможно не очень декоративные но для меня главное что они не массивные сад у меня небольшой по площади а клематисов очень много поэтому устанавливать мощные деревянные опоры в виде обелисков или решеток это не для моего сада я выбрала опоры металлические не громоздкие по ним клематисом довольно легко взбираться вверх цепляясь за тонкие прутья клематис blue light растет у меня вот на такой арке это покупная арка ей лет 14 но она прекрасно выдерживает растущие с двух сторон клематисы с другой стороны на этой арке растет вельделеон и плетистая роза эльф это опоры в виде ракет тоже отличный вариант но дополнительно привязываю садовую проволоку по всей длине между вертикальными прутьями высота таких опор примерно 170 сантиметров они отлично подходят для клематисов второй группы то есть для тех сортов которые растут не выше двух с половиной метров и вот такие невысокие металлические обелиски тоже для клематисов второй группы высота их 150 сантиметров вот такие конструкции опоры это уже самодельные сделаны под заказ из арматуры трехгранные шириной сторон 30 сантиметров высота их около трех метров готовом виде после установки высота получается два метра 50 сантиметров или два метра 30 сантиметров примерно так они у меня давно в саду более 12 лет сразу после изготовления были покрыты молотковой краской по металлу и вот спустя много лет они хорошо сохранились краска не слазит совершенно арматура не ржавеет а на таких опорах у меня растут розы рамблеры и к ним подсажены клематисы третьей группы обрезки так как они растут высокие более трех метров поэтому высокие опоры для них прекрасно подходят опоры устойчивый и на мой взгляд декоративные вот такая пластиковая сетка продается в садовых центрах закреплена на металлические столбы или бамбуковые палки отличный бюджетный вариант такую опору можно сделать без особых материальных затрат и без привлечения мужской силы эта опора сделана из садовой сетки окрашенной в зеленый цвет продается она в рулоне 15 метров высота ее 2 метра покупала эту сетку в магазине обе эта опора у меня получилась длиной пять с половиной метров высота ее 230 так как сетка приподнята на столбах на 30 сантиметров от земли такая опора сделана специально для клематисов третьей группы обрезки оплетая ее клематисы образует цветущую стену закрывающую вид от соседей и 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 в виде стены, выполнена из строительной армированной сетки с размером ячеек 10 на 10 сантиметров. Размер самой сетки 2 на 3 метра. Закреплена она на металлические уголки, в них просверлены отверстия и с помощью проволоки сетку прикрепили к уголкам. Всего на эту длину 3 метра установлены 3 металлические уголка. Два по краям сетки и один по центру. Вот так цветут клематисы на этой опоре. Эта пластиковая сетка прикреплена вдоль стены постройки, закреплена она внизу с помощью металлических скоб, воткнутых глубоко в землю, а вверху в кирпич сверлены шурупы-крюки и к ним прикреплена сетка. Это небольшие покупные решетки, высота их 1,5 метра в установленном виде. Такие решетки подходят для клематиса второй группы облески, высотой не более 2 метров. Для этого клематиса, третьей группы обрезки, опорой будет служить ствол дерева. Это у меня первая такая посадка клематиса к дереву. Буду смотреть, что получится. А это клематис мисс Бейтман. Опорой ему служит куст самшита, побеги оплели его, как гирлянда елку. В моем саду в качестве опор для клематисов служат также туи, клетистые розы, кустарники декоративные. Для молодых клематисов делаю вот такие простые опоры из трех прутьев, связанных вверху проволокой. Высота опоры зависит от длины прутьев. Понравились вам или нет мои опоры, можете написать в комментариях. С вами прощаюсь, до новых встреч. У меня на сегодня все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok